МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «Минимум». Около нашего дома территории абсолютно нет. Жители дома номер 7 по улице Мусина выясняют, почему часть их двора отдали другим. Подробнее Рамин Шайдолин. Добро пожаловать в Татарстан. Одним из мировых трендов развития туризма эксперты вызывают эмоции. Сколько эмоций получили и сколько денег оставили в Татарстане туристы. Альбина Слагараева. Рустам Миниханов поздравил команду «Камазмастер» с победой в ралле «Дакар-2018». Это уже 15-й бедуин в коллекции челнинских гонщиков. Восхищаюсь высочайшим спортивным мастерством «Камазовцев», умением команды дружно и слаженно работать. Отрадно, что победные традиции и бесценный опыт основателей «Камазмастер» успешно передаются молодому поколению, говорится в Телеграме. Вынужденная остановка. Сегодня в 7 утра два автобуса столкнулись возле остановки «Казань-Арена». Больше 70 человек должны были опоздать на работу или учебу. Пятеро пассажиров госпитализировали. Альбина Минибаева о том, почему прошлые ошибки никого не учат. Какой маршрут у вас был? 60-й маршрут. Два автобуса сегодня с утра не потеряли дорогу возле стадиона «Казань-Арена». Только в 60-м маршруте в этот момент находились 60 пассажиров. На место прибыли 24 спасателя. По словам водителя, маневры 10-го маршрута его сбили с толку. Он тронулся и еще раз остановился. Ну и в этот момент я нажал на педаль тормоза, у меня юзом понесло. Погода сегодня явно была не на стороне водителя. В нескольких метрах от места столкновения автобусов и еще одно ДТП, только с легковыми. По предварительной версии сотрудников ГИВДД, авария произошла из-за банального несоблюдения дистанции. Автобус не успел затормозить, свою роль сыграли и погодные условия. На тормоза нажимаешь в начале остановки и уезжаешь еще метров 50. Вот так, на каждой остановке. А это ужасающий эпизод аварии, которая произошла накануне. Автобус сбил пенсионерку, причем на пешеходном переходе. В 2013-м такой же автобус врезался в остановку с людьми на Гаврилово. Тогда погибли три человека. А это кадры, которые шокировали 19 декабря прошлого года. От столкновений со столбом автобус в дребезге, а водитель в шоке. Расскажите, как произошло? Ну, пока не буду, пожалуйста. Он сейчас не в таком состоянии, чтобы были. Тогда авария произошла из-за превышения скорости по статистике автоинспекторов. В прошлом году по вине красных в Казани зафиксировано 95 ДТП. Это больше половины всех дорожных происшествий с участием автобусов. Водители сами признают, перед ними ставят план по денежной выручке. Вот мой план. 9150 рублей. А в плене, да, есть, конечно. Данный план. Поэтому, как говорят сами водители, приходится крутить баранку быстрее. А в памяти пассажиров самые экстремальные поездки. Скажем так, неадекватные. Которые гоняют, да. Два водителя спорили. Дай проехать, сигнали друг другу. В 2017-м на авариях с участием казанских автобусов погибли два человека. 130 получили травмы. После утреннего столкновения пять пассажиров были доставлены в седьмую городскую больницу. Все они при поступлении в удовлетворительном состоянии, в ясном сознании. Угрозы жизни у них не было. Пассажирам этих автобусов повезло. Всех отпустили после обследования. Автобусы доставили на штрафстоянку. Но конкуренцию между водителями пока никто не отменял. Приходится конкурировать между собой. Приходится, приходится. У меня время, мне пора ехать. Альбина Минебаева, Март Зайдулин и Андерсон Тальцев. ТНВ, Казань. Ограничат скорость роботы. Татарстанские автоинспекторы тестируют автомобиль с системой измерения скорости. Машина умеет фиксировать нарушения прямо во время движения. Как сообщили нам в республиканском ГИБДД, сейчас переоборудованная ЛАДАРА, ЛАРГУС, проходит тесты только в стационарном режиме. Система позволяет держать под контролем более шести полос одновременно. Основной целью использования подобных комплексов является оперативное реагирование на изменения дорожной обстановки и обеспечение безопасности дорожного движения в местах концентрации ТТП. В УРУСУ планируют разгрузить центр поселка. Для этого здесь начали строить новую объездную дорогу. Она снизит интенсивность движения и поможет сохранить асфальт на внутрипоселковых дорогах. А сейчас на поток влияет близость федеральной трассы М5 на строительство. Направят порядка 180 миллионов рублей из республиканского бюджета. Под колесами техники пока только направление новой объездной дороги. Строительство почти в три километра в самом разгаре. Работы ведутся день и ночь. Дорога должна соединить несколько заводов УРУСУ, в том числе и близлежащие поселки. Мы разгружаем и центральную часть поселка от больших грузов и в дальнейшем мы соединяем дальнюю часть наших деревень, населенных пунктов. Новая дорога позволит грузовикам не заезжать в поселок. Дело в том, что УРУСУ на границе с Башкирией, а рядом трасса М5. А значит здесь большой поток, водители в ожидании. Так и асфальт в населенном пункте прослужит дольше и дышать жителям станет легче. Весной, летом и пыли не будет, и для малых машин это удобно будет. И в объезд переезда железнодорожных, что там не стояли, если кому-то срочно куда-то надо, например, в больницу или еще куда-то заехать, они могут через дорогу проехать. Данная дорога будет служить гидротехническим сооружением. Защита от паводка в весенний период. Дорога для автомобилистов откроется в конце 2018-го. Строительные работы планируют завершить в ноябре. Рядя Фархулина, Альбина Минибаев, Уадгасин, Бладша Фигулин, ТНВ, Ютазинский район. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Татарстане стабильная, а права потребителей стали защищать лучше. Об этом сегодня заявили на итоговые коллегии Роспотребнадзора по Татарстану. Обозначили ряд острых вопросов. Так в ряде районов люди отказываются от прививок, а медики не спешат объяснять, зачем они нужны. На что жалуются татарстанцы и как им помогают, расскажет Дмитрий Аринин. Короснухи, кори, дифтерии и еще целому ряду особо опасных инфекций в минувшем году в Татарстане было не место. Как сообщили в Роспотребнадзоре, санэпидобстановка в республике стабильная. При этом в ряде районов люди отказываются от прививок, а медики не спешат объяснять, зачем нужно прививаться. И поэтому темп работы с родителями, кто еще не понял значение прививок, нужно не только снижать, но и наращивать. В минувшем году сотрудники Роспотребнадзора за различные нарушения привлекли к административной ответственности более 12 тысяч субъектов. Общая сумма штрафов 86 миллионов рублей. Татарстанцы жалуются на навязывание доп. услуг в медклиниках, на работу такси, магазины и кафе на первых этажах. Чаще всего наши жители жалуются на шум. Это 89%. И две трети жалоб подтверждаются. При этом в 2017 году по сравнению с прошлым годом вдвое сократилось число продукций, которые не соответствуют нормам. Чаще и лучше Роспотребнадзор стал защищать права потребителей. Почти во всех случаях позиция надзорного ведомства была поддержана судами. По их решениям потребителям вернули почти 34 миллиона рублей. На будущее вице-премьер поручил больше внимания уделять здоровью детей. Так теперь летние здоровительные лагеря будут открываться только с разрешения Роспотребнадзора. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Количество желающих увидеть Татарстан растет. Так в прошлом году республика перешагнула рубеж в 3 миллиона человека. Буквально 5 лет назад туристы, кроме Казанского Кремля, ни о чем не слышали. Сегодня республика в десятке самых привлекательных регионов России. Ситуацию изменила универсиада. О поисках новых маршрутов Альбина Солгараева. Булгар, Свияжский и Казанский Кремль виртуальны и в реальности увидят иностранные гости. Очки будут представлены на международных туристических выставках. Вы можете совершить путешествие в фестиваль «Великий Булгар». Посмотрите, как воюют бойцы на ленивом торжке на острове Град Свияж. О родной Казани из Лондона вещает журналист Тимру Сиразиев в социальной сети еще один эффективный инструмент для привлечения туристов. Благодаря им 50 миллионов человек узнали о Татарстане и республика попала в каталог международных туроператоров. Результаты есть. В прошлом году 3 миллиона туристов ведут статистику и о том, чего же хотят сами гости. Туристы отмечают, что, конечно, необходимо создание фан-зоны с просмотром различных матчей. Это, во-первых, информационная поддержка в части информирования туристов о маршрутах, автобусах, остановках, где они находятся. Большой, конечно, спрос на материалы и указатели на английском языке. Среди самых популярных достопримечательностей – Казанский Кремль, древний город Болгар и остров Градсияжск. Чем больше здесь фестивалей и активностей, тем больше приток туристов. В прошлом году гости оставили в республике 12 миллионов рублей, а в бюджет из этой сферы поступило более 733 миллионов рублей. Развивается и внутренний туризм. В этом году гости с удовольствием ознакомились с работой как промышленных предприятий, так и частных мини-ферм, посещали фольклорные праздники и фестивали, проводили этноотдых в селах и деревнях. Задача максимум – сделать каждый район Татарстана точкой туристического маршрута. В этом году для туристов стали доступны промышленные предприятия республики, а также села и деревни, имеющие уникальный культурный и этнический потенциал. В связи с проведением Чемпионата мира по футболу ожидается приток рекордного количества гостей. Одним из мировых трендов развития туризма эксперты называют эмоцией. Около 60% туристов готовы тратить деньги на новые впечатления. В 2017 году Госкомитетом разработан и презентован брендовый маршрут «Татарстан. Тысяча одно удовольствие». Цены под контролем, а сервис на высшем уровне должен быть. А еще гостеприимство, развлечение и безопасность. Объекты туризма должны быть доступными и удобными для туристов. Это касается транспортных узлов, музеев, гостиниц, ресторанов. О том, что нужно развивать туристическую инфраструктуру по мировым стандартам, не раз говорил и Владимир Путин. Такая задача стоит перед регионами. Постоянно повышать уровень сервиса, предлагаемого туристам. И для этого продолжать сертификацию и стандартизацию объектов туриндустрии в соответствии с мировыми требованиями. 94% туристов, посетивших республику, оставили положительный отзыв. Это показал специальный опрос, который провел Госкомитет. Задача довести цифру до 100%. Альбина Слагараева, Игорь Романов, ТНВ «Казань». Центр избирком информирует. 22 января ЦИК зарегистрировал 154 доверенных лица кандидатов президента Владимира Путина. В этот список вошел и государственный советник Республики Ментимир Шаймиев. Напомним, ранее доверенными лицами Владимира Путина стали татарстанцы Владимир Чагин, Тимур Халиков, Тимур Кадыров, Анна Захматова и Гульзадар Уденко. Общее количество его доверенных лиц теперь 413 человек. В этот же день зарегистрированы 55 доверенных лица Владимира Жириновского, теперь их у него 443. На этом же заседании зарегистрировали 4 уполномоченных представителя КПРФ. В своем доме, как на необитаемом острове, в непростой ситуации оказались жители седьмого дома по улице Мусина. У них почти нет двора. С торца из фасада дорога, под окнами трансформаторные будки. Причем отрезали даже то, что по бумагам принадлежит жителям. Это подтверждает документы межевания. Каково это из подъезда выходить сразу на проезжую часть, расскажет Рамиль Шайдолин. Выходишь из дома, попадаешь на дорогу. Так лоб в лоб с постоянным потоком машин живут на Мусина. У них почти нет двора. В конце прошлого года мы заказали план межевания специально, чтобы узнать территорию нашего дома. И оказалось, что дорогу общего пользования, по которой ездят машины к соседним домам, подъезжают, это оказывается наша территория. На схеме видно, что де-юре это их двор, только де-факто треть отняла дорога и еще часть трансформаторные подстанции. А вот на этом участке большую часть отрезала стройка. С 2004 года этот недострой, вот в таком состоянии, в таком вы его сейчас видите, то, что там ничего не строится, абсолютно не ведутся никакие работы, там полная антисанитария, потому что ни уборки там никакой нет, ничего нет. Но сегодня эта стройка на деле лишь фундамент и цокольный этаж для жителей уже как бельмо на глазу. Площадку здесь вряд ли построишь, да и парковку точно не разобьешь. Приходится довольствоваться малым парковкой на 10 мест, которая заполнена почти всегда. Каждый вечер после работы, приезжая домой, мы вот так мучаемся, ставя свои машины, закрываем друг друга. В 2012 жильцы достучались до мэрии, ожидая, что если их отделили с двором, то не забудут о благоустройстве, хотя бы о полноценной детской площадке, тогда ее построили, нашли место между трансформаторными будками. Нам ответили, детская площадка должна быть в 100 метрах от дороги, а у вас дорога. А здесь вот у нас дорога проходит, трансформаторная будка, там дети можно играть. Выход решили жители один, перекрывать двор шлагбаумами. Это можно, отвечают власти, но понимая, где и как. Ограждение на земельных участках многоквартирных домов в виде шлагбаума на проездах, проходах допускается только для несквозных проездов к обособленным парковочным площадкам. Поэтому оградить можно только парковку, но перекрывать то, к чему и так не заехать, на Мусино не готовы. Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Даже мышь не проскочит. На Казань Оргсинтезе сегодня открылась новая центральная проходная. Шесть современных турникетов, система распознавания лиц, камеры наблюдения и даже алкотестер. Все это гарантирует предприятию стопроцентную безопасность. Новая проходная разгрузит старую, которая работает уже 56 лет. Ежедневно на завод проходят больше 8,5 тысяч сотрудников. Ранее четыре турникета и всего два охранника не справлялись с таким потоком. В этом году старую проходную также оснастят современной системой защиты. Это нам позволит работать более комфортно, более современно. Тем более, что наш завод с многолетней орденоносной историей достоин самых лучших технологий, самых лучших подходов. Еще один подарок заводчанам. Сегодня на территории предприятия Казань Оргсинтез открылся свой банковский офис. Удобное расположение, особый график работы специально для работников завода. Подробности в материале. Веселая музыка, воздушные шары и бурные аплодисменты. Открытие дополнительного офиса на территории завода стало настоящим праздником. Здесь сотрудники и руководители Казань Оргсинтеза и группы ТАИФ, руководство банка Аверс. Поддержим этот торжественный момент. Все полноала. Просторный офис разделен на зоны обслуживания клиентов, операционный зал и пространство 24 на 7. Воспользоваться банкоматами можно в любое время суток. А сам офис работает по специальному графику для работников завода с 8 утра. Казань Оргсинтез – крупнейшая системообразующая предприятие Республики Татарстан. Банк Аверс является одним из основных финансовых институтов, которые обслуживают это уникальное предприятие. Мы благодарны руководству каждому заводчанину за то, что они работают с нашим банком. Банк Аверс постоянно работает над улучшением своих банковских услуг для своих клиентов. И поэтому мы очень рады, что здесь мы сможем оказывать наши услуги в полном спектре. В новом офисе доступен весь спектр банковских услуг для физических лиц. Потребительское и ипотечное кредитование, оформление банковских карт, открытие вкладов, платежи и обмен валют. А юрлицам и индивидуальным предпринимателям банк Аверс предлагает кредитные продукты на привлекательных условиях и услуги по расчетно-кассовому обслуживанию. Все льготы и выплаты для сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим» будут сохранены. Это отражено в новом коллективном договоре на 2018-2020 годы. Документ впервые подписали на три года. Юбилейный год своего 50-летия «Нижнекамскнефтехим» завершил успешно. Отгружено более 704 тысяч тонн синтетических каучуков и около 700 тысяч тонн пластиков. Достигнуты рекордной выработки продукции. Выпущены ее новые марки. Подписаны новые соглашения по поставкам с крупными производителями шин мира. Эффективно решены экологические вопросы. Каждое производство «Нижнекамскнефтехима» волномерно развивается, выполняя задачи по наращиванию мощности, расширению марочного ассортимента выпускаемой продукции. В минувшем году компанией было реализовано много социальных проектов. «Нефтехимики» получили 757 квартир. Успешно решались вопросы оздоровления персонала. Сотрудникам и ветеранам предоставлено более 2000 путевок в санатории. Также в детских лагерях каникулы отдохнули полторы тысячи детей «Нефтехимиков». Такое сотрудничество обеспечило также полную реализацию всех запланированных социальных обязательств перед коллективом. Предусмотрен коллективный договор. Новый коллективный договор впервые подписан на три года. Документ регламентирует взаимоотношения руководства компании и коллектива. В нем сохранены все льготы и выплаты прошлых лет. От кутюр без купюр остаются сутки до финала республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан-2018». Юбилейный 20-й по счету. Завтра на сцене «Пирамиды» он соберет красивейших девушек и легендарных модельеров. Финалистки выйдут на подиум в новой коллекции Вячеслава Зайцева. Рамиль Шайдулин о финальных штрихах. Шаг второй. Грация и улыбки. Завтра самый важный день. Финал, где только две из тридцати конкурсанток оденут корону «Мисс Казань» и «Мисс Татарстан». Понятно, что в волнительном они настроении находятся. Идет процесс репетиции, процесс подготовки финального шоу. Для конкурсанток участие в «Мисс Татарстан» этого года – это не просто призы и признание, но и шанс стать иконой стиля. Десять финалисток выйдут на подиум в коллекции ведущего модельера страны. Главные кутюрье Вячеслав Зайцев. Особенность дофиле модели пройдут в его платьях и аксессуарах последней коллекции. Это замечательное средство «Мисс Татарстан-2018». Я счастлив и ужасно. Очень здорово, все замечательно. Все, думаю, конкурс будет прекрасным. Марта Ахмадеева – участница прошлого года. Но и она в юбилейный конкурс не устояла и снова заявилась. Такое бывает раз, не знаю, раз в жизни возможно надеть одежду такого модельера, такого уровня. Впереди сутки. Уже завтра на главный подиум выйдут 30 самых модельных девушек республики. А вот кто на свете всех милее, решит авторитетные жюри. Рамиль Шайдолин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Впереди прогноз погоды. А через несколько минут вас ждет хоккей. Акбар сразится с ЦСКА. Ждем красивой игры. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго. Определились соперники Рубина на втором зимнем учебно-тренировочном сборе, который пройдет с 25 января по 6 февраля в турецком Белике. В Турции запланировано три контрольных матча. 28 числа играем против чешского Богемианс. На 1 февраля назначена игра Рубина с норвежским Тромсе. А завершать этот сбор будет поединок 6 февраля против клуба ДВТК из Венгрии. Напомним, что первая игра на сборах у Рубина с локомотивами из Ташкента завершилась со счетом 0-0. В Тюличинском районе прошел 25-й юбилейный открытый турнир по борьбе крэш среди мужских команд. Он посвящен памяти заслуженного мастера спорта республики Наиля Хамедулина. 100 лучших борцов местных поселений, а также ближайших районов боролись за главный трофей. Всего на турнире приняли участие 8 команд Тюличинского района и 4 команды Изарского, Высокой горы, Богатых Сабов и Кукмара. Победители открытых стартов прошли своеобразный отбор. Уже в феврале борцов ждет мастерский турнир на призы героя-поэта Мусы Джалиля. Сегодня в Тюличинском районе при мере его воспитывается молодежь. Это очень приятно. Во-первых, дань и уважение старшим поколениям, тех, которых сегодня с нами нет, а с другой стороны принимается и передается опыт молодым борцам. Это очень приятно. Есть прекрасные будущие Тюличинского района. Здесь шикарные условия. А сразу после нашего выпуска смотрите хоккей. В заключительном поединке перед олимпийской паузой казанцы примут ССК. Армейцы занимают второе место в западной конференции. Набрали 121 очко в 53 матчах. Барсы лидируют на Востоке, но у команды 94 очка. Два прошлых поединка в Казани они проиграли, так что настрой на предстоящую игру с ССК будет запредельным. Матч начнется в 19.30 и пройдет в Татнефть-Арене. Прямая трансляция на нашем телеканале. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань. Данил Мастер дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление кухни или шкафа-купе. Данил Мастер. Город Казань. Улица Восстания, 23. Телефон 2. 167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана, в Бугульме, Бавлы, Ознакаево, будет облачно. Пройдет небольшой снег и минус 10. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, облачно, временами снег, местами сильный и до 9 градусов ниже нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызье, Менделеевске, будет пасмурно и снежно. Минус 9. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе, осадки также не прекратятся и до 10 мороза. На юго-западе Татарстана, в Болгаре, Буинске, Држаном, облачно, ожидается снег и до 8 мороза. Жители центральных районов республики ожидает пасмурная погода, местами со снегом и до 10 градусов ниже нуля. В последующие дни температуры на пару градусов понизятся. В Казани облачно, выпадет снег, в утренние и ночные часы метель. Температура воздуха минус 8, минус 10. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова